Три рабочих зала. Один будет из шести рабочих мест. Зал вот этот с детскими комнатами и уголками. Общее количество одновременно обслуживаемых людей будет составлять 24 кг. по количеству моком. О так называемом едином окне, в котором каждый гражданин может получить ответы на все вопросы, говорят последние десятилетия. Но только сейчас это становится реальностью. Каждый день ремонта будущего многофункционального центра в Муроме приближает момент, когда наши горожане перестанут часами стоять в очередях миграционной службы, пенсионного фонда и других госструктур. Получить все необходимые документы, справки, разрешения, консультации можно будет в одном месте. Когда человек не думает, не гадает, куда ему идти с тем или иным вопросом, а приходит в одно место, отдает заявление и потом получает готовый результат. Вот об этом, наверное, десятилетие мы слышали, но, к сожалению, только сейчас мы, наконец, реализуем в Муроме то это самое одно окно. Не случайно администрация округа Муром приняла решение разместить многофункциональный центр в самом центре города, в здании бывшей центральной библиотеки. Подобные центры сегодня открываются по всей России. Перечень оказания услуг в едином окне широк. Как правило, это услуги, предоставляемые всеми основными ведомствами и организациями федерального, а также местного уровня. Никуда не нужно будет бегать, ничего не нужно будет искать. Он пришел, и вот весь спектр услуг государственных и муниципальных, от замены и выдачи паспорта до регистрации недвижимости, там, кадастровые какие-то работы, пенсионные вещи, значит, там, социальное обеспечение, вплоть до штрафов ГИБДД. Да, вот все это можно будет сделать в одном месте. И что самое важное, что работу по межведомственному обмену между организациями государственными будет делать уже не сам человек, не он должен бегать, собирать справки, а вместо него это сделают работники центра. Специально для этого многофункциональный центр в скором времени оснастят современным оборудованием. От заявителей потребуется лишь паспорт, удостоверяющий личность, и соответствующие заявления. Кроме того, для удобства граждан в центре построят детские уголки, установят удобные кресла. В центр будет обеспечен доступ и людям с ограниченными возможностями. Строительные работы планируют завершить к 25 декабря. В новогодние праздники отладят систему работы центра. Предстоит заключить договоры со всеми организациями по межведомственному обмену. На эти работы мы отводим январь месяц для запуска работы полноценной. А потом будем постепенно расширять перечень услуг, оказываемых муниципальным центром. Доступность госуслуг. Сегодня это приоритетное направление работы органов власти. В 2015 году жители Мурома должны будут оценить ее результат. Ольга Кирешина, Александр Барсуков. Новости 24. Муром.